Вот только на внедорожных автомобилях можно еще проехать на ту сторону. Смотри, не боится же гидроудара. Такой волной ездит. И этот вперед поехал. Спасибо. Алло. Снимал? Ну да, где-то, наверное, сантиметров 50 уровень воды. Опаньки. И водичка. Вышло из берегов еще больше. Привет, ребята. Сегодня 2 января, и за моей спиной вы видите очередной разлив реки Воронеж. И люди, которые живут по ту сторону, имеют тупиковую дорогу. То есть иначе как через вот этот вот затопленный мост им не перебраться на материк. Село называется Преображеновка Липецкой области. Мы часто следим за этим паводком, но вот еще не весна, а уже, видите, разлив реки. Не знаю, как люди справляли Новый год. Наверное, Дед Мороз не ко всем в этот год постучался в дома. Ну, такая у нас аномальная зима в центральной части России. Снега нет, но большие осадки в виде дождей. Дорога уже перекрыта, стоит кирпич, проезд запрещен. Поэтому на автомобиле перебраться на ту сторону невозможно. Не знаю, где тут паромная переправа. По крайней мере, здесь не видно, чтобы были какие-то лодки. Вот, и знаков, оповещающих нас об этом, тоже я не вижу. Ну, следите за новостями, будем смотреть за этим мостом. Мы уже, наверное, не один репортаж выложили. И в прошлом году, и в этом, вот люди подъезжают и возвращаются назад, поскольку проехать на легковых автомобилях здесь крайне небезопасно. Ладно, будем надеяться, что ситуация разрешится, и люди, живущие в селе Преображеновка, смогут рано или поздно беспрепятственно перебраться на материк. Местные уже имеют... Если видны отбойники, значит, можно проехать. Ну вот, местный житель решил попробовать глубину, потому что его Ауди низкая. Стоит ему рисковать или нет? Ну, видно, чуть выше щиколотки, где-то сантиметров 15-20. Спасибо. 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 Ну-ка, глубоко. Мусора набило много из-за палатковых вод. Ну, приходится разбирать завал. Хорошо у человека сапоги. Лада холодная, где-то градусов, наверное, 5. Потому что в лощинах, в днезовьях леса стоит уже лед. Я так думаю, еще неделю-две, и река начнет сковаться льдом. Все зависит, конечно, от погоды. Ну, вода довольно прозрачная, несмотря на то, что она паводковая. То есть, скорее всего, это из-за большого количества осадков или дождя. Все берега промыло. Все стало чисто. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, даже местные жители на велосипедах пытаются преодолеть благодаря сапогам этот мост по ледяной воде. Хорошо, что еще мост не скованный льдом. А были случаи, когда машины пытались проезжать этот мост, и случалось дорожно-транспортное происшествие. По-моему, с BMW.